Таким количеством цветников вряд ли может похвастаться еще какой-нибудь район Сочи, говорят представители ТОСа Центральной. Десятки новых клумб появились здесь только за последние месяцы. На эти цели Адлеру выделили около 20 миллионов рублей. То, что район стал ярким, говорят не только сочинцы, но и туристы. Кстати, их в этот летний сезон приехало на 30% больше, чем в прошлом. С Брянска часто приезжаете в Адлер? Я мэр Сочи. Третий год. Нравится вам здесь? Нравится. Но заботиться об озеленении должен не только город. Кафе, гостиницы и даже каждый частный дом на курорте должны привлекать к себе внимание яркими красками, уверен глава города. Согласны с такой позицией администрации и ТОСовцы. Мы и говорим, уберите белье с балкона, поставьте цветы. Это же будет лучше. И примеров, когда на балконах вместо мокрого белья целые палисадники в Адлере уже немало. К примеру, вот этот дом в переулке Хмельницкого или двор Свято-Троицкого храма. Получается, что это место отдыха? Да, да, да. Не только люди. Совершенно верно. Ну, может быть и так. Есть теперь где с комфортом и отдохнуть в группах, и погулять на улице. И у воспитанников детского сада Ручеек. Здравствуйте. Как дела? Вот так. Благодаря программе «Шеф каждому дошкольному учреждению», которую внедрил глава города, здесь удалось построить новую беседку, отремонтировать пищеблок, кровлю, музыкальный класс и часть групп. А вот решить другую проблему, ту, что под землей, можно только совместными усилиями сочинцев и администрации, говорят ТОСовцы. Каждый ливень, переулок Хмельницкого и улица Ульянова превращаются в сочинскую Венецию. Проблема в ливневке. Ее разбил шторм. Когда это произошло? Это произошло уже давно. Силами администрации, он чистится и прочее, но уже все, надо делать глубоководный. Вот сейчас договорились, чтобы нам ЭПРОН-8 сделали смету. Понятно, мы будем привлекать и жителей, и прочего, но когда будет смета, мы хотели бы, чтобы нам помогли построить этот глубоководный. Давайте выходить на следующий. Смотри. До ноября месяца сделайте все, чтобы мы заложили деньги в бюджет. Сколько люди скажут, мы сделаем, сколько мы добавим. О других проблемах, которые требуют решения на вверенной им территории, ТОСовцы говорили с мэром за чашкой чая. Попросили, в частности, помочь с ремонтом кровли 49-й школы. Глава города пообещал, вопрос постараемся закрыть до конца года. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.